Региональная акция, организованная Министерством экологии и природопользования Московской области, стартовала и в нашем городе, в Одинцовской гимназии номер 7. В этом году тема уроков – обращение с отходами. Эко-урок гимназии проводила руководитель Орко-отдела Министерства экологии и природопользования Московской области Марина Данилова, а помогал ей в этой непростой задаче заместитель руководителя областного отделения молодой гвардии «Единой России» Даниил Мешков. Они рассказали учащимся об опасности, которую несет отсутствие системы раздельного сбора мусора. Способов сбора и переработки отходов, их применение в разных странах, а также продемонстрировали видеоролик. Если оказывать влияние сверху просто каким-то политическим решением, то этого недостаточно. Нужно, чтобы люди сами хотели налаживать экологию в своем регионе и начинать нужно с детей, потому что именно они могут изменить и мнение родителей, и мнение своих сверстников, друзей и так далее. Ребятам было предложено сыграть в настольную игру «Стратег». Старшеклассники, гордость школы, победители Олимпиад разделились на три команды – земляне, киты и гринпис. Увлекательный эко-квест был создан специально для этого урока. На старте у команд одинаковые условия – уровень здоровья населения, бюджет и рейтинг. Но с каждым годом объем мусора растет. С этим надо что-то делать. Наша команда справляется хорошо. Мы сейчас в лидерах. Меня полностью устраивают ребята, замечательный состав. Составы команды были озвучены только вчера, но за вчерашний день мы все успели подружиться, сплотиться. И, наверное, это и есть результат нашей деятельности. Игра достаточно непростая в жанре экономической стратегии. Ребятам пришлось анализировать различные технологии утилизации, просчитывать все ходы, разбираться с нештатными ситуациями. Поскольку условия в игре приближены к реальным, старшеклассники понимали, насколько ответственно надо подходить к каждому экологическому решению. Главным условием победы в игре было решить проблему утилизации отходов таким образом, чтобы сохранить экологический баланс и благополучие жителей. Экологическое воспитание – совершенно необходимый процесс, который должен идти параллельно с основным обучением, уверена директор гимназии. В нашей гимназии уделяется экологии самое пристальное внимание, потому что мы в течение последних, наверное, шести лет строим у себя эко-гимназию. То есть экологически ориентированное образовательное пространство. Поэтому сегодняшнее мероприятие «Эко-урок» не случайно проводится Министерством экологии и природопользования Московской области на нашей базе. И у нас вся работа в школе построена вот именно так вот экосообразно, начиная от системы проведения уроков и заканчивая взаимоотношениями между обучающимся, между педагогическим коллективом. На протяжении всей игры команды шли буквально нога в ногу, но в результате упорной борьбы победу все же одержала команда «Киты». Ребята очень так серьезно подошли к этой игре и очень тщательно продумывали свою стратегию, потому что посмотрите результаты, с которыми они вышли. Там, где мы проводили, ну не во всех местах были такие высокие результаты на самом деле, потому что бывало, что команды вылетали, был рейтинг там или здоровье населения ниже 50%. Экологические уроки продолжатся и в других школах Подмосковья. Планируется, что их проведут звезды спорта, кино, телевидение, а также профессиональные педагоги-экологи. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.